почему ты не спать ему не слезла мама тебя звала всем привет мы готовимся ко сну переодела их в пижамки пока я ходила готовить им смесь она устроила здесь истерику но слезть ивана ты что королеви что не захотела вот она смесь ждет аслан ты ждешь а то есть к они у меня не голодные их накормила буквально час назад но смесь они любят всегда все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все сейчас будем спать и кушать смесь сейчас будем спать мамины да 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 все мы пошли на боковую привет привет мои хорошие сейчас будем взвешиваться смотреть какой у меня вес да да вот шестьдесят три и сто грамм я вернулась к своему дородовому весу дородов я даже да я была шестьдесят три шестьдесят четыре по моему и у меня обычный килограмм туда-сюда бегает мне остался немножко живот вот так я выгляжу видите есть чуть-чуть живот выпирает и все если втянуть его конечно не видно но я же не буду его все время втягивать сейчас у нас час дня будем с улечка это зефрашка шума соседей к нам зовет снизу мои хорошие помните я показывал вам что буду варить домашнюю курицу скороварки вот варил это для деток варила я ее до такого состояния что видите вот косточки просто вот сами отходят мясо сходит с костей вот вот это все мясо буду мелко-мелко нарезать в основном красное мясо белое я особо не даю детям оно все равно жестковатое белое можно в котлетке и мелко-мелко нарезаю по пакетикам и морозильник и еще я рассказывала что я живу вроде в хорошем спокойном районе если не считать что напротив нашего дома где-то метрах из трехстах есть такой вот непонятный райончик где на улицах играет свадьба я не знаю вам слышно или нет у нас сегодня музыка вот там играет или свадьба или сунет кому-то делает он они эти дома раз-два вот там там три три или четыре дома таки невозможно эту музыку не слышать сегодня пятница это будет пятницу субботу воскресенье представляете вот это что до 12 ночи так вот посмотрите да на этого на кухне лежала половинка репчатого лука взял и ест я тоже не против хочет ребенок пусть ест тех лет остался бабулин телефон я видела в интернете видео где вот дети едят репчатый лук честно поражалась ну пожалуйста а верю пассивен бахты не равны а вообще обновлено обновлено и крашка ты чё лежишь фига зал до юрки всем привет мои хорошие сегодня у нас 5 октября два часа дня детки только что уснули это у них обеденный сон честно сказать хотела их вывести на улицу такая отличная просто шикарная погода сегодня такой свежий воздух вчера всю ночь шел дождь и вот сейчас после дождя свежесть они уснули ну ничего проснуться я надеюсь что дочь вторично не пойдет у нас обещают вот последние два-три дня что будет постоянно дождь я надеюсь что я успею хотя бы на детскую площадку отвезти в основном у нас все так же мы дома папа на работе вчера папы не было дома он остался в том городе где у нас стройка где у него и точнее стройка сегодня должны вернуться детки очень скучают по папе это просто не аж до слез знаете кто бы дверь не позвонил они постоянно папа папа мне просто вот до слез трогает насколько они любят своего папу насколько это это маленький ребенок да вот этот маленький комочек он знает он чувствует он понимает где его родной человек человек кто его родной человек вот они очень любят своего папа чему я безмерно рада вот дневной сон сынуля спит своей кроватке пытаемся потихонечку как то вот приучать к своим детским кроватям дочь также на моей дочь категорически отказывается мне писали попробовать лечь самой с ними туда в кровать ложится пробовала и сама ложилась но мне спать с ними там невозможно кровать маленькая когда ребенок засыпает особенности зихра я встаю выхожу через пять-десять минут она просыпается и уже ее заново ложить просто невозможно этот способ тоже у нас не работает ну как ним как нибудь наладим ничего страшного это не самое страшное не самое сложное в жизни как говорится разберемся мы и с этим вот до сих пор не угасают эти трения по поводу моих волос наращенных я не знаю принципе кого это так прям затевает за живое за душу прям берет что я так ужасно выгляжу в их глазах но в своих глазах я выгляжу прекрасно мне очень нравятся длинные волосы я чувствую себя женственно красивой женственной женственной женщиной с короткими волосами особенно стой неправильной стрижкой я чувствовал себя ужасно я еле как еле как просто месяц проходила вот это я ровно месяц проходила с той стрижкой я чувствовала себя понимаете без волос как голый ну это не мое короткая стрижка может быть если бы она была правильно сделана может быть я еще как-то себя по-другому ощущала ну это нет короткая стрижка это не мое настолько короткая это не мое еще раз повторюсь я стал он шла не за той стрижкой я сошла совсем за другой мне неправильно меня просто неправильно постригли поэтому я никак не смогла ее принять никак на этот раз же в салон я шла именно за вот этими длинными народ наращенными волосами поэтому я очень рада что вот получилось именно так и получилось мне все очень нравится прошла у нас ровно неделя за неделю я не пожалела еще ни разу возникает вопрос дергают детки дать дергают но они знаете пока по крайней мере не так падают как мои когда они дергали не знаю почему так еще пишут что они скоро капсулы начнут чесаться как отблох там у корней так далее вы знаете если вы будете нормально мыть и сушить волосы у вас ничего как отблох чесаться не будет если вы не умеете за ними ухаживать ним не моетесь или не сушите нормально конечно у вас будут и свои чесаться у корней не только после наращивания на вот надо ухаживать и за своими и за наращенными волосами тогда у вас ничего чесаться как отблох не будет по поводу выпадения своих волос возможно возможны будут выпадать возможно что они это их меньше но и хотя бы я длину почувствую понимаете что они у меня отросли а так когда у меня была короткая стрижка мне постоянно приходилось делать укладку постоянно утюжки матюшки я травмировала свои волосы и длину я бы не увидела они бы у меня ломались бы сейчас я укладываю вот эти локоны мне не приходится вот только единственное вот здесь вот мне приходится подправлять свои волосики все и мне их абсолютно не жалко это вот тот момент когда вам не жалко делать локоны утюжок фен абсолютно не жалко потому что вы знаете вы попользуетесь и выбросите эти волосы не жалко можете как угодно их на накручивать на любые щипцы вот такой момент тоже есть поэтому я довольна я счастлива мои хорошие мне нравится я не знаю почему бы так переживать почему каждая каждая считает нужным написать так ужасно я буду блокировать каждого кто будет писать некорректной форме кто пишет корректно принципе да и я понимаю у каждого есть свое мнение волосы с волосами седыми я стала выглядеть старше не подходят длина не то может быть цвет не тот каждый высказывается но высказывается корректно корректные высказывания я не удалила не заблокировала никого а все кто не следит за своим языком все молча будут отправляться в блог я устала повторять одно и то же изо дня в день из месяца в месяц из года в год что на моем канале не позволено высказываться некорректно кроме меня вот мои хорошие вот такие вот у нас дела остальном ничего нового нет все так же все хорошо живы и счастливы здоровы что чего я и вам желаю закрываясь мои хорошие хорошего вам дня не болейте любите себя